За 36 минут спасти 150 с трудом передвигающихся северодвинцев сегодня удалось спецслужбам города. Причиной эвакуации стал пожар в доме престарелых на Яграх. Происшествию автоматически присвоили второй ранг возгорания на социально значимом объекте. За совместной работой спасателей и пожарных наблюдала Наталья Аскерка. В этом сутки встретили. Обнаружили еще двое пострадавших. Вау, я решила, хватит на свежий воздух. С такой скоростью подопечные дома-интерната свои комнаты покидают нечасто. Документы и деньги с собой прихватить успевают не все, но берут в теплую одежду. Сегодня в 11 утра здесь объявили тревогу, пожар второго ранга. Так что к дому престарелых съехались все спецслужбы города. Срочно эвакуировали подопечных и персонал. Ну я-то пока еще и сам передвигаюсь, медленно правда, а все без ноги и слепые выскочили раньше меня, так что ничего страшного. А суматоха какая-то была? Я не сказал бы. Пусть все знали. Заранее постояльцев о происшествии предупредили, потому что это всего лишь тренировка спасателей и пожарных. За полчаса одной поисковой группе и трем расчетам необходимо не только устранить условный огонь, но и найти пострадавших. Пока спасали пенсионеров, жертвой пожара стал и сам сотрудник МЧС. Он якобы отравился угарным газом. Здоров на давление повышено, так что спасатель получил таблетку и освобождение от текущей операции. Возгорание, по легенде, произошло в отделении Милосердия, где находятся подопечные в тяжелом состоянии и инвалиды. Очень большая часть подопечных наших – это как раз люди, которые передвигаются на колясках, либо плохо передвигающиеся. Естественно, им была оказана помощь в эвакуации силами нашего персонала, ну и, соответственно, уже силами служащих МЧС. Кстати, пустили сотрудников спецслужб не во все комнаты, чтобы лишний раз не потревожить особо больных подопечных. А вот в некоторые помещения пробиться спасатели смогли не сразу сами. Мы используем пожарное оборудование сами в работе. И, скажем так, люди шли на объект, которым они никогда не бывали, и встретились с тем, что надо было брать еще оборудование некоторое. А чего не хватило? Не хватило, скажем так, ручного инструмента для вскрытия металлических дверей. Учения спецслужбы провели за полчаса, а значит, норматив выполнен. Пока одни боролись с огнем, другие спасли коллегу, четырех инвалидов и юриста дома престарелых. Наталья Аскерка, Александр Осенков, Вестник Северодвинска.